Нашел у себя в гараже натяжитель ролик ГРМ. Я его уже разобрал, верх нету снял. Показать просто Сейчас скажу какой. Подшипник здесь 55 мм. Эту заднюю сейчас сниму. Внутри почти 30 мм. Похоже, что 30 мм. Пытался более-менее так попасть. Так, 55 мм. Внутри 30 мм. Снимаю вот эту вот штуку. Не знаю каким образом, но как-то сейчас я ее сниму и покажу дальше, что я делал. Для этого я буду использовать вот такой съемник. Через голову. Гайка, чтобы штырь не проваливался. И крутим. Так, эта штука у нас осталась. Подшипник выпрессовывать не нужно. Так, получается вот здесь вот я прорежу прорезь под арматуру. Сделаю прорезь под арматуру. И получается будет все у нас работать. Сюда труба и штырь будет, который будет толкать арматуру. Короче, вот так вот все эти будем использовать. Так, как крепить это к столу. Сделал вот такую вот гайку. Внутрь ставил вот такой болт М8 в большую гайку. И уже отрезал, какая мне нужна была длина. Здесь наварил два прутка, чтобы нам четко подходила. Вот. Получается вот такую систему сделал. Внутрь вставляем шайбочку и гайку. Подтягиваем. Все здесь плотно. Так, дальше. Изготовил ручку. Ну, ручка здесь все просто. Труба. Нашел трубу, которая четко подходит под диаметр подшипника. Еще чуть-чуть даже придется прессовать. Так, труба это... Скажу размеры. Труба шестидесятка. Внутри как раз как нам надо под подшипник. Вот. 55. То есть вообще, ну, нашел у себя на металлоломе. Штырь это тот же, что я использовал в прошлый раз. Это 15-й штырь. Полоса. Ну, он был в нее уже варен. И труба полдюймовая. Все. Вот вся конструкция. Чтобы не варить к подшипнику. Потому что многие варят к подшипнику, и он может треснуть. Сейчас сюда запрессую эту ручку. Просверлю два отверстия, чтобы для крепления к столу. Если будет сильно шататься, я сюда приварю еще пластины, уши такие, чтобы была шире площадь. Выставляю. А, и здесь прорежу под арматуру. Под шестерку. Все. Сейчас прорежу, запрессую и покажу, как это все работает. Я не знаю, еще не пробовал, конечно. Возможно, будет работать. Это, кстати, профильная труба. 3 мм, по-моему, стенка. Итак, все готово. Конечно, прикручивать не на черные саморезы, на что-то плотнее, на желтые, или же вообще на болты. Так, мне интересно, как оно все будет работать. Конечно, наверное, тут придется варить уши, чтобы чуть-чуть шире было, потому что так болтается. Ну, короче, пробуем арматурку. болт не мешает. Болт не мешает. Вообще классно. Конечно, сильно острый угол. Сильно острый. То есть, для решетки, для рамки, которая для армопояса, это сильно острый угол. Си нужно более пологий. Ну, ничего, будем для чего-то другого использовать. Огнет вообще классно. очень остро. Вообще красиво. Ну, для чего-то другого можно будет использовать, конечно, тоже. Легко. Сюда, конечно, надо подшипник, потому что трется металл, ну, ничего страшного. Вот это я гнул в прошлом своим арматурогибом, а это новым. Вообще, конечно, четко. Так что, вот такой вот получился. Можно, да, сейчас, короче, приварю уши и все, буду пользоваться. Как варил, буду варить уши уже показывать не буду. В принципе, я вообще сварку тут не показываю, потому что здесь очень просто все. Тут закруглил чуть-чуть, чтобы не мешало. Угол чуть сточил, приложил, задней стороны подварил. Сверху даже не варил ничего. Все плотно. Металл толстый, здесь тройка, поэтому ничего не гнет, не прокручивается. Так что, буду пока этим тоже пользоваться. Все. Всем спасибо. До свидания. Вот такой в итоге получился. Покрасил, приварил это, приварил уши. Наполовину разрезал навес или петлю, как по-разному называется. Наполовину разрезал и отрезал бочоночек. Так, это ерунда. Покрасил, ручка, не знаю, где-то сантиметров 70. Не могу нарадоваться. Вообще классно, левой рукой вот, левой рукой. Очень легко. Очень. Вообще. А гвоздь, интересно, загнет, как думать? Хе-хе-хе. Конечно. Мяси. 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 Мяси.